МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 человек у нас получили аттестаты на сегодняшний день, и 4 человека будут иметь возможность пересдать в сентябре месяце не сдавшие экзамены и обязательные предметы. Из 762 человек 9 класс у нас 8 человек, которые не получили аттестаты о основном общем образовании, они также будут иметь возможность пересдать в сентябре месяце обязательные предметы. По медалистам. В этом году у нас 55 медалей. Наверное, это рекорд за последние наши года. И все 55 медалистов подтвердили свои результаты ЕГЭ, подтвердили свою медаль. И надо сказать, что средний балл, например, для медалистов по русскому языку, это средний балл 92 балла. А, например, по математике это 83. То есть это очень высокие результаты, которые, конечно же, говорят о качестве образования. И нам приятно отметить в целом вообще по системе, что пандемия не сильно повлияла на результаты, которые мы получили по государственной итоговой аттестации. И нас это очень радует, безусловно. Это говорит о том, что педагогический состав школ справился, поставлен в задачи. И мы благодарим родителей, которые привели терпение, и, конечно, самих детей за то усердие, с которым они подошли к государственной итоговой аттестации на разных уровнях образования. В этом году, кстати говоря, для того, чтобы получить аттестат в 11 классе, нужно было сдать только русский язык, ну, кроме медалистов. И в этом случае мы приятно были поражены тем, что профильная математика у нас выбрала 77,4% детей, а выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ, и для того, чтобы поступить, собственно говоря, в высшее учебное заведение. Таким образом, мы понимаем, что ориентация Сарова на техническое образование сохраняется, и ориентация на технические вузы также сохраняется. Физика традиционна. В этом году 44 практически процента детей, 43,3% детей у нас выбрали физику. Общество знания 26,5%. Мы никогда не перекрываем приоритетность на уровне России. Россия всегда более 50% в среднем выпускников сдает общество знания. У нас это в 26,5%. И в этом году подтверждение тому, что наши дети продолжают ориентироваться на технические направления подготовки в высших образовательных организациях, это у нас 103 ребенка, это 20% детей выбрали информатику. Вы знаете, что в этом году многие вузы приняли решение о возможности засчитывать вместо физики результаты единого государственного экзамена по информатике. Поэтому в этом году процент детей, выбравших информатику, у нас, собственно говоря, увеличился. Из хороших результатов в целом мы можем сказать, что все полученные результаты нашими школьниками Сарова выше, чем средние российские результаты по всем предметам. В этом году нас это радует. Надеемся, что свои результаты и свой уровень будем держать и дальше, как на протяжении всех наших лет, нашей системы образования. В основном, да, это технические вузы. Все медалисты, за исключением двух человек, выбрали математику против. То есть только два человека ее не выбрали, соответственно, это говорит о том, что выбор их очевиден. Ну, преимущественно, это московские и питерские вузы. Это МГУ, это СПБГУ, это МФТИ, МИФИ. Ну, вот на настоящий момент посмотрим, как они в итоге куда поступят. Потому что подавать они могут в несколько вузов. Ну, и ННГУ имени Лобачевского, высшая школа экономики еще. Вот такой спектр вуз. Я могу озвучить только позицию, что я как человек переболевший, я знаю, что это такое. Моя позиция однозначно, что нужно вакцинироваться. У меня здесь нет других никаких позиций и не может быть, потому что я знаю, как это тяжело. И я видела вокруг себя родных и близких мне людей, которые это все проживали. Поэтому однозначно вакцинируемся. Ну, и в соответствии с законодательством сегодняшним, которое вышло, да, образовательные организации должны будут вакцинировать определенное количество и процентов педагогов, для того, чтобы эта образовательная организация могла спокойно работать дальше. На сегодняшний день у нас нет каких-то категорических, жестких противостояний. Безусловно, есть точечные вопросы, где педагоги пока есть, которые сомневаются и не соглашаются с этой позицией. Большинство педагогов сейчас, и мы совместно с КБ-50, я выражаю огромную благодарность за тот объем работы, который они сейчас выполняют, расписанное практически весь июль-август по вакцинации педагогических работников. Поэтому большая часть будет привита, дальше существуют медотводы, дальше существуют люди, у которых высокие антитела и так далее. Понятно, что какие-то точные позиции, еще раз повторюсь, наверное, будут. Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Более тысячи первоклассников придут у нас в первые классы в этом году. И есть школы, которые не просто исчерпали свой лимит, а уже, собственно говоря, мы с трудом представляем, где они будут размещать своих детей. Например, 17-я школа и проблемы с фиктивной пропиской, на которой существуют на сегодняшний день, подводят 17-ю школу к возможности второй смены. И это очень серьезная проблема, с которой нужно принимать кардинальные решения. В этом году 11-я школа приняла очень грамотное решение, так как микрорайон очень растет очень быстро, и количество первоклассников там значительное. Мы открываем 4 первокласса в 11-й школе, и директорам образовательной организации принято очень разумное решение, для того, чтобы не выводить значительное количество классов на вторую смену, они выходят на другую территорию, на территорию образовательной организации первого интерната, и будут реализовывать образовательный процесс на этой территории. Там все время будет находиться человек, представитель администрации, который будет курировать все вопросы, которые связаны с образовательным процессом. Вопрос родителей, почему начальную школу мы предлагаем вывести в саму вторую и третью классы, это связано прежде всего с тем, что данный класс находится своим учителем. И это гораздо проще организовать образовательный процесс, нежели это будут пятые или шестые, где требуется очень большое движение педагогического коллектива. Поэтому мы надеемся, что это не на целый год, они будут меняться в зависимости от ситуации, но я очень надеюсь, что в ближайшем времени все произойдет, и 11-я школа выйдет на свое новое здание, на свою новую территорию. То, что касается кадрового года, конечно, мы есть. И мы здесь не скрываем, и у нас есть потребности в учителях начальных классов, и острая потребность у нас в учителях физики, острая потребность в учителях информатики, математики и даже русского языка. То есть на сегодняшний день у нас, наверное, любой педагог, который приедет в город с педагогическим образованием, практически всем мы найдем работу и будем безумно рады, на самом деле. И на сегодняшний день, ну, так как я подписываю согласование на въезды, то очень большое количество сейчас молодежи, которые пытаются привести наши директора в образовательные организации. Мы надеемся, что пополнимся, как всегда, молодыми, хорошими, сильными кадрами. Это Саранск, Арзамас, Нижний. Но на самом деле, среди, например, начальных классов нам очень нравятся выпускники городецкого училища, например. То есть это прекрасные девчонки, которые великолепно подготовлены, справляются и с дисциплиной, и с методической подготовкой. Нам, например, они очень нравятся. Поэтому в данном случае достаточно широкий спектр. Ну, есть областная программа улучшения жилищных условий, программа государственной, и туда включены наши вакансии. Как они туда попадают в итоге, мы пока не очень даже до сих пор представляем, но мы на основе списка всех наших вакансий, они выбирают те, на которые они объявляют конкурс на миллион. То есть если на эту вакансию заявился молодой специалист, и он готов приехать в город, он получит миллион. Но пока у нас в городе работает только один учитель. В прошлом году она приехала работать в 10-й школу и получила миллион рублей по этой программе. Ну, соответственно, там есть обязательства. Это нужно 7 лет отработать в образовательной организации. И до этого не работать в системе образования города. Да. Проговорю, что родители сейчас тревожны, что мы не провели собрание. И в этом году все привыкли, что в мае проводятся родительские собрания. Так вот в этом году мы были четко установлены, что родительские собрания будут проводиться после 20-го августа. Как раз когда все двойники, будем понятно, где они, когда мы окончательно будем иметь списки. Потому что только сейчас еще доформируются, еще раз повторяю, окончательные списки по школам. Поэтому после 20-го числа школа объявит о датах родительских собраний, познакомит с педагогами, которые будут набирать классы и так далее. На сайтах всех образовательных организаций должна быть вывешена информация касающаясь того, какая форма у первоклашек. У кого-то по классам, у кого-то в целом она у первоклашек одинаковая. И, соответственно, что необходимо приобрести. Чтобы родители это не вызывало каких-то дополнительных трудностей или каких-то нюансов, которые им затрудняют подготовку к учебному году. Поэтому пусть здесь не волнуются родители наши. Школы первоклассников у нас не было в этом году, вы знаете. Следующий год будет зависеть исключительно от позиции с обстановкой по эпидемиологическим показаниям. Если мы будем понимать, что мы такие школы можем открыть, значит мы будем их открывать. Если же сохранится пока режим тот, который существует, или он будет еще усугубляться, соответственно, школы первоклассников пока так же не будет. Если вы помните, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Российской Федерации, до 2022 года запрещены любые массовые мероприятия. И у нас сохраняется позиция о несмешивании коллективов. Отсюда мы имеем позицию, что пока мы придержим этот процесс. И, скорее всего, если школы первоклассники будут открываться, то, скорее всего, вторая половина учебного года. Про группу продленного дня здесь та же история. Я думаю, что организация группы продленного дня будет аналогична прошлому году, как мы это осуществляем. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших педагогов за очень большой труд, за очень тяжелый тоже год, за очень сложный период, выразить огромную благодарность за работу, поблагодарить родителей за терпение, за помощь и школе, и своим детям, и, конечно, нашим ребятам, которые молодцы и получили прекрасные результаты. В этом году не было возможности с площади пожелать ребятам успехов выпускникам, поэтому я искренне желаю, чтобы все их мечты сбыли, чтобы желания исполнились, и чтобы каждый из них нашел свой путь жизни, реализовался профессионально, и чтобы, самое главное, родители были за них спокойны. Они знали, что их всегда дома ждут, ожидают, и что всегда им рады, и в школе, и дома, и город Саров их всегда, собственно говоря, ждет. Поэтому всем им большой удачи и успехов! Редактор субтитров А.Семкин